1689 атлетов и три дня спорта нон-стоп. Такой масштабной спортивной подъей у Бреста не было давно. На три дня областный центр стал олимпийским городом для спортивного резерва восьми краин. Германии, Латвии, Литвы, Польша, Россия, Швеция, Эстония и, конечно, Беларуси. За медали будут смогаться юники и девчата во взрослении от 13 до 17 лет. Беларуськая делегация самая представительная. Каля 400 удельников. Престижно для Беларуси принять такие соревнования. Мы очень рады, что нам доверено. Провести юбилейные юношеские балтийские игры. Уверен, что они пройдут на самом высоком уровне. Потому что, что касается и республиканского оргкомитета, и что касается местных органов власти, сделано было все возможное. Мы можем увидеть уровень развития игровых видов спорта и единоборств в Европе. Это тоже важно для наших спортсменов и особенно молодых спортсменов. Поэтому он во всех отношениях такие вот крупные соревнования, они очень важны. И мы с удовольствием их будем принимать. Балтийские юношеские гульни проводятся раз у два года, начиная с 2001 года. В городе над Богом проходят уже юбилейные, 10-е по веку. На попереднем турнире атлиты нашей страны завоевали 127 медалей. Перспективная легкоатлетка Ирина Лужчик у сборной Беларуси трапила с Барановича. Уже шесть годов девчина займается бегом и марить в трапезе на олимпийские гульня. Личить, что старт у Бресте выдатная махчимость заветную мару наблизить. Я считаю, Балтийский это очень хороший уровень. Я очень рада, что отобралась. Ну и в дальнейшем буду стараться и участвовать в более серьезных соревнованиях. Волнение немножко есть, но у меня боевой настроение. Настроена я на первое место. Миновит атаки починается шлях до дорослых олимпийских гульняв. Гучные перемоги на Пераде в охотно-трибуны вольны. Балтийские гульни запрошаюсь. Олег Завадский, Александр Севицкий, Телерудокомпания, Брест.